Имеет ли продолжение история скромной местью, объявленной Кадыровым российским депутатом? Вот вы в одном из интервью заявили, что все это средневековое мракобесие, это все сценарий спецслужб. И что таким образом Москва пытается пугать Запад, мол конфликты на Кавказе якобы станут неконтролируемыми и в случае распада России. И поэтому отвлекают от обсуждения настоящих проблем. Так вот скажите, в чем же настоящая проблема и к чему вся эта история скромной местью? История скромной местью это чисто пропагандистские сбросы российских спецслужб и их вставленников на местах, я имею ввиду, и руководителя региона Дагестана, и руководителя оккупированной чеченской территории. А настоящие проблемы? Настоящие проблемы в том, что эти народы находятся в колониальной зависимости. Эти народы сегодня жаждут освобождения и жаждут выхода из-под влияния России. Потому что вот весь этот беспредел, который творился последние 30 лет на Кавказе и против кавказских народов, начиная с 99-го года, как только Путин начал приходить к власти и он объявил контртеррористическую операцию на Северном Кавказе. Вы обратите внимание, контртеррористическую операцию не в Чеченской республике, не в Ингушской, а на Северном Кавказе. Вот жесточайшим репрессиям, похищением, убийством были подвергнуты все народы Северного Кавказа, кавказские народы. Все буквально. Нет ни одной нации, ни одного народа, который в результате вот так называемых операций, контртеррористической операции не пострадали сотнями тысячами людей. И естественно вот этот накал и настрой людей на то, что Россия в конце концов может распасться, что в России могут произойти дезинтеграции, там есть люди и есть настроение. И мы во многом способствовали тому, чтобы создать там политические платформы для национально-освободительных движений. Вот от всех этих вопросов и от всех этих проблем, которые действительно и реально волнуют кавказцы и кавказский народ, нам сегодня сбросили вот этот так называемый искусственно созданный конфликт якобы между народами. Если у них подготовка к этому шла на уровне Каримова, ингушского депутата, нашего чеченского ставленника Кадырова, этого идиота, то в последующем они это попытались представить оправдание декларации и заявлений тех хороших русских, которые сегодня находятся на западе и лоббируют вопрос сохранения Российской империи вот в этих же границах, как бы подтверждая вот их обеспокоенность, что якобы если Россия уйдет с Кавказа, там начнутся неконтролируемые хаос и процессы. Вот они и демонстрили, попытались нам навязать и искусственно показать противостояние чеченцам, ингушам или дагестанцам и чеченцам или все против всех. Вот это все абсолютно надуманная форма российскими спецслужбами для того, чтобы отвлечь основное внимание от существующих проблем и в то же самое время устрашить Запад от политики дезинтеграции России хотя бы в этой части. А как вы считаете, вот чеченцы, ингуши, дагестанцы, возможно ли некое объединение, консолидация именно вот по национальному, возможно по религиозному принципу и противопоставление российской кремлевской власти? Как вы относитесь к тому утверждению, что распад России начнется с Северного Кавказа? Я отношусь к этому вполне нормально и вполне считаю это обоснованной точкой зрения. Оно имеет свою даже бэкграунд, свою предысторию. 1918 год, когда распадалась царская империя, Россия, Российская империя, сразу же на Кавказе было создано государство, которое называлось союзное конфиденциативное государство, которое называлось Горская республика. И туда входили все представители вот этих шести-семи национальностей и создали государство, которое было признано несколькими государствами, в частности Турции, Германии. И вот аналог этому, он и есть сегодня. Мы, уже находясь в Украине, когда началась российская агрессия против Украины в 1922-1923 году, мы создали платформу, мы восстановили комитет по восстановлению северо-кавказских государств на уровне Европарламента. Но оно должно быть поддержано, в первую очередь, руководством Украины. Вот те потуги, которые делает Верховная Рада, относительно признавая геноцид или признавая территории, оккупированные на Северном Кавказе, этого очень мало. Нужны очень мощные политические стимулы для этих народов, чтобы они поверили в то, что мир, как чеченцев, в свое время их не бросит. И что их борьба за национальное освобождение и за создание своих государств будет поддержана миром сильным из всего. И хотя бы Украина, если начнет инициировать, именно признавая политические права этих народов в соответствии с существующими нормами и принципами международного права, то в этом случае оно будет иметь успех. А так, слишком свежа память у этих народов, когда чеченцев, которые заявили о праве народов на самоопределение и о создании своего государства, мир бросил. И более 300 тысяч чеченцев было убито за эти 30 лет продолжения сопротивления или продолжения борьбы за независимость. Поэтому нужны очень четкие, понятные, конкретные сигналы и месседжи со стороны Украины для этих народов, чтобы они действительно восстали против и заявили о праве на самоопределение. Скажите, все диктаторы так или иначе заканчивают свою жизнь после смерти Путина. Как изменится Россия? Много ли там инфицированных этим самым русским миром? Оттепель возможно? Ахмед, у нас минута эфира, но вопрос, конечно, не на минуту, тем не менее. Я понял. К большому сожалению, те ожидания, которые у нас есть, и наши проблемы, связанные с Путиным, персонификацией существующей русской проблемы в лице Путина, и если кому-то кажется, что с уходом Путина с политической арены ситуация изменится, и все пойдет как на ура, очень в позитивном порядке, это неверно. Русизм, он существует для того, чтобы победить русизм, необходимо победить Российскую империю. Российская империя, как территориальное образование, она должна перестать существовать. Только трансформация этого государственного образования во что-то другое, или полная дезинтеграция этой территории, возможно, положительные и позитивные движения во всех этих вопросах. За что мы с вами на телеканале Фридом и Ратуем и над этим работаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова